С самого расцвета цивилизации всегда были мужчины и женщины, которые преследовали и изучали самые разрушительные силы по всей планете. Разве это не смешно? Я Геттен Джоунс. Каждую неделю буду следовать за кучкой фанатиков из Британии, которые просто одержимы природными явлениями. Приближается, о боже! О боже! Безжалостная, безжалостная убийца. Я отправляюсь в Америку, где каждый год молния убивает около ста человек. Она светила всё небо. Ко мне присоединился охотник за опасностями из Британии со странным наваждением. Начинается. О, чёрт. Геттен Сой, за тобой гонится полиция. Мы встретимся с другими фанатичными охотниками за бурями. Круто! Эти ребята рискуют своими жизнями, чтобы подобраться поближе к этому природному смертельно опасному чуду. Это надо было видеть. Такой мощный удар. Скоро здесь разразится две бури. Одна вон там, вторая вон там. Мы находимся ровно между ними. Молнии сверкают со всех сторон. Надеюсь, что выживу. Приближается. Охотники за опасностью. Смертоносные молнии. Скорость молнии в тысячу раз быстрее, чем скорость пули. Молния является одним из самых опасных природных явлений. Один удар генерирует до миллиардов вольт электричества. Температура достигает 30 тысяч градусов по Цельсию. Это в пять раз жарче, чем Солнце. Когда грозовые тучи начинают сталкиваться, лучше побыстрее найти себе укрытие. Моё путешествие начинается в Аризоне, США. Очаг молний. Место, где бушуют самые суровые на планете бури с молниями. Это просто мека для охотников за молниями. Я направляюсь в Аризону, потому что любители молний сказали мне, что только в этом месте можно увидеть молнии, подобные этой. Они подарили мне эти фотографии. Просто невероятно. Кажется, что кто-то сделал это в фотошопе. Всё было по-настоящему. Я догадываюсь, насколько мощная была эта молния. Вместе со мной в Америку отправляется фанатичный любитель бурь из Британии Пол Шерман. Смотри, какого она размера, смотри! И не столько энергии, вот это ярость. За последние 10 лет Пол своими глазами видел 21 торнадо. Может случиться всё, что угодно. Если я говорю, что мы подъехали слишком быстро, то надо сразу же садиться в машину. Молния часто била в землю прямо рядом с нами. Нет, а молния — смертоносная молния! Природа злится, никогда не зная, что уйдет из этого. Я направляюсь в центр в Бристоли, чтобы узнать немного больше о молниях, о том, насколько мощными и опасными они могут быть. Эксперты по молниям Дженни Фрифф и Мик Пилт собираются показать мне, что ожидает меня в моём путешествии. Сначала слышится хлопок над головой, а потом появляется молния. Это «Человек-молния», как в кино. Отправляюсь в Аризонт. Если я захочу посмотреть на молнию, насколько далеко я должен находиться от неё, чтобы она не попала в меня. Длина молнии может быть несколько тысяч метров. Если бы тело Джеми не было защищено, электрические потоки убили бы его. Может ли молния растворить человека? Может ли она расплавить тело? Или это миф? Большинство людей, в которых попала молния, умирают от сердечного приступа. Я хочу выяснить, насколько разрушительной может быть молния. Мик кладёт арбуз. Три, два, один. О боже, арбуза больше нет. Где он? Я даже не видел, как он взорвался. Если такая молния попадёт в человека, то у него не останется никаких шансов. Теперь моя очередь подойти как можно ближе к молнии. Мик заверил меня, что эта клетка проведёт электрический ток и защитит меня. Я в нескольких сантиметрах от молнии. Молния будет бить прямо мне в лицо, и лишь одна клетка будет защищать меня. Немножко жутковато. Молния попадает в клетку. Это будет тренировка для меня. Я стану мумией. Можно взять её с собой в Аризону. Адам, ты готов? Нет. Молния будет бить мне прямо в лицо. Они утверждают, что со мной всё будет в порядке. Я верю им. Статическое электричество образуется вокруг меня, и я чувствую, как напряжение бьёт мне прямо между глаз. Без защиты на молнию смотреть невозможно. Довольно неприятно, когда молния бьёт прямо в лицо. Как будто меня сканирует НЛО. Можно мне взять с собой такое сетчатое пальто? Лучше тебя вообще не ездить туда, правда? Остаться здесь, в центре, где всё под контролем. Да? Правда. Это так опасно? Это же молния. Было довольно неприятно находиться так близко к такой разрушительной силе, но это было в контролируемых условиях. В Америке всё будет по-другому. Феникс, Аризона. Родина смертоносных молний. Здесь всё такое поджаренное. Говорят, что на улице около 40 градусов. Жарко. В этой части мира молнии могут создавать потрясающий шоу. Я хочу как можно ближе подобраться к этим смертельным бурям. Охотники за опасностью. Я прибыл в Аризону в США, чтобы увидеть молнии своими глазами. Во время сезона муссунов в Аризоне происходят самые суровые бури на планете. Я уже столкнулся лицом к лицу с неприкрытой силой электричества и видеоразрушительную силу удара молнии. О, боже! Но теперь я готов к реальности. Местный любитель Алан Бейонсе будет моим гидом. Он наблюдает за молниями уже 25 лет. В июле происходит невероятно мощная жестокая буря. Очень холодный воздух приходит с гор и сталкивается с горячим воздушным потоком из пустыни. Это словно космическая война. И она бывает жестокой. Я также встретился с фанатиком из Британии, Полом Шерманом, который видел бесчисленное количество электрических разрядов, но не таких разрушительных и мощных, как эти. Для меня увидеть огромную мощь этих бурь – это самое удивительное, что может быть в этом мире. Пол прибыл сюда прошлой ночью. Он уже встретился с легендарным фотографом молнии Сьюзан Стром. Сьюзан известна как женщина-молния. Она всю свою жизнь гоняется за молниями, чтобы сделать лучшие фотографии. Я жду эту молнию. Гоняться за молниями опасно. Они могут делать всё, что угодно, они совершенно непредсказуемы. Иногда они вспыхивают, как рождественская ёлка. Красиво, здорово. Мы будем сидеть здесь под синим небом, в 25 километрах от бури. Но молния может ударить нас, это очень опасно. Там что-то будет. Только не тогда, когда мой объектив закрыт. Ты наблюдаешь за небом, где вот-вот должна сверкнуть молния. Она вдруг меняет правила игры. Мы приехали в пустыню, мы могли бы гоняться за молниями до 4 часов ночи. Но муссоны не торопятся благодарить нас. Пол уже начал получить удовольствие от гонки по Резоне. Но он надеялся на нечто большее. Сегодня первый день моего путешествия. Я встал рано, чтобы встретиться с Полом и узнать, чего можно ожидать в данной ситуации. А вот он сам. Привет, Пол, доброе утро. Как дела? Неплохо. Пол уже обнаружил несколько грозовых зон в трёх часах езды. Вон там зарегистрирована максимальная активность. Там будут грозы. Тех зон, где уровень больше 25, вероятно, грозы. Здесь навряд ли будет буря. Сейчас около 40 градусов по Цельсию. Очень жарко. Не облачко в небе. Мы сразу же отправляемся в путь. Аризон — уникальное место. Мучительная жара способствует образованию гигантских молний и других редких погодных феноменов. Пыло и буря могут создать хаос. Смотри сюда, смотри! Я знал, что мне предстоит путешествовать по местности с тяжелейшими природными условиями. Во Флориде в одного парня попала молния. Он стоял на берегу и смотрел на бурю в море. Луч молнии отошёл в сторону от места бури и пройдёл путь в 25 километров. Парень погиб. Это называется «гром среди ясного неба», потому что над этим парнем небо было совершенно беззвучно. «Голубое небо». Через час пути мы уже увидели первые признаки бури. Это первая гроза для нас. В 50 километрах. Смотри, какая петля. Минут через 10 мы увидим настоящий смерч. Все великие дела начинаются с мелочей, а это — лишь начало. Тяжёлые тучи, которые иногда называют «грозовыми тучами», несут себе в воду кусочки льда. Движение частиц генерирует электрический разряд, который усиливается и выбивает молнию. Мы должны подобраться к тучам, когда они достигнут самой высокой точки. Аллен знает, насколько непредсказуемыми могут быть электрические стрелы. На прошлой неделе молния попала в двух человека, экипаж самолёта. Также 8-летний мальчик играл в бейсбол, он уже уходил с поля, когда молния попала в него. Несчастье, он погиб. Никто не может гарантировать нашу безопасность. Я осознал, что мы приближаемся к тому, что может убить нас без всякого предупреждения. Это небольшая буря в 15 минутах от нас возникла из ничего. Вот здесь красный цвет, а здесь фиолетовый, что означает высшую степень активности. Этот малыш скоро заявит о себе. 2000 метров над уровнем моря. Блэк Стокс — самая высокая точка в этом регионе. Мы остановились, чтобы встретиться ещё с одной группой фанатиков, тоже преследующих молнию. Привет, Роджер. Я Гэттен. Привет, Гэттен. Я слышал, что у легенды молний в этих местах. Нет, я не легенда молний. Легенда молний. Бежим быстрее, быстрее! Надо перебежать через дорогу! Американец Роджер Килл, крестный отец охотников за «Старман». Он уже 20 лет следует за стихиями. Что такого есть в молниях? Объясните мне, за что вы их так любите? Ну, они красивые. Синоптики называют буря в Аризоне «Вонька-встанька». Внезапно мы снова поехали. Вон за теми холмами сверкает молния. В том направлении в минуту сверкают две молнии. Если там есть молнии, то нам надо ехать. И это только начало. Начинается дождь. GPS сделало свое дело. Спутники сделали свое дело. Пол сделал свое дело. Вы же небеса. Открывайтесь. Внезапно мы съехали с главной дороги. Меня беспокоит, докуда мы сможем доехать по этой дороге. Рация. Гаттин. Вперед. Это не очень хорошая идея. Некоторые ребята едут не на внедорожнике. Грязи становится больше и больше. Решил он ту грязь. Когда она намокнет, нас здесь просто засосет. Внезапные паводки — обычное смертельно опасное явление в сезон муссонов. Внезапный исход воды может быть разрушительным. Он мгновенно сметает все на своем пути. Алан должен постоянно следить за обстановкой на дороге. Фанатики остановились на расстоянии полутора километров от буря. Сейчас я впервые увижу знаменитые молнии Аризоны. Мы встретились с другими охотниками за бурями. Я думал, что они приехали просто посмотреть на образование туч. А потом, когда начнут сверкать молнии, возможно, уедут. Давайте поболтаем с Роджем. Привет, Роджер. Привет. Улыбаешься? Почему? Сейчас зарождается гроза. Надеюсь, что скоро появится и молния. Суть идет прямо на нас. Надеюсь, что молния появится. Слегка же волнованная. Молнии пока нет? Да, но если ты будешь стоять здесь и говорить, что никакой грозы не будет, тогда гроза все-таки начнется, и ты будешь вознагражден. Одного из британских любителей зовут Алистер Чапман. Я стою в Айове, а прямо позади меня бушует торнадо. Вот зачем я приезжаю сюда. Это круто. Он гоняется за торнадо и ураганами, уже много раз видел молнии. Он даже умудрился гоняться за песчаной бурей. Аризона — одно из немногих мест, где образуются невероятные песчаные бури. Ветер, который дует сейчас позади меня, идет с гор. Воздушные массы поднимаются вверх по горам и создают облака. Как только начнется дождь в этих тучах, у нас будет короткий промежуток времени, чтобы увидеть молнию. Именно это сейчас и происходит. Сейчас я хочу подобраться поближе, я хочу оказаться в самом центре. В состоянии выглядит напряженной опасностью. Гроза приближается к нам и усиливается. Молнии становятся громче и ярче. Даже Роджер взволнован. Я мог бы делать это до самой смерти. Меня так возбуждает плохая погода. Мне нравится видеть мощь. Удивительно огромная сила. Никогда не устаю от этого. Потрясающе, да? Мороза становится только громче. Здорово. Она приближается. Погоня за молниями — это игра в ожидание. Сегодня мы вознаграждены. Сейчас будет. Да, ты это видел? Ты видел это? Белая молния. Огромные вилки ударили в поле в пяти километрах от нас. Красивая молния в виде вилки. Куда еще раз? Здорово. Такая большая. Жди удара. Так, близко. Становится интересно. Приготовь камеру. Внезапно мы услышали треск позади нас. Мы оказались между двумя бурями. Одна вон там, а другая вон там. Мы находимся между ними. С обеих сторон сверкают молнии. Это будет круто. Одна вон там, и одна вон там. Мы можем погибнуть. По-моему, они сумасшедшие. Это была вспышка или молния? Вспышка фотоаппарата. Из тучи позади нас выстрелила молния, которая попала в землю в нескольких метрах от нас. Поверни фотоаппарат. Держи. Эй, Алистер, надо двигаться. Если хочешь, можешь оставаться. Мы отъедем на 3-4 километра подальше от эпицентра. Садитесь машином, уезжаем. Гроза разразилась прямо над нами. Только что была огромная молния. Мы оказались в опасном положении в окружении молнии. Каждая секунда под открытым небом могла означать прямое попадание. Жуткая гроза возникла мгновенно. Смотри. Мы отъехали на безопасное расстояние и сделали еще одну попытку. Начался проливной дождь. Сейчас будет мощная молния. Берешь темную тучу. Там формируется новая гроза. Скоро будет молния. Видишь, как тучи сгущаются, а нижняя часть продолжает нарастать. Если так будет продолжаться, скоро разразится ужасная гроза и молния. Где молния? Скоро будет. К востоку от нас гремит. Я удивлен. Непонятно, да? Когда мы спускались с горы, Роджер подлил масло в огонь. Вам надо ехать во Флориду. Уезжайте из Аризоны подальше от ее жары, урагана Долли. Он определяет погоду в этой местности. Но во Флориде все по-другому. Юль, во Флориде, это месяц молний бур. Обычно в июле здесь тоже бывают мощные молнии и грозы, но в этом году ураган все изменил. Это конец нашего сезона молнии в Аризоне. Природа обернулась против нас, но у нас есть запасной план. Какой? Мы отправляемся во Флориду. Да, Флорида. Всего через 12 часов мы уже летим на восточное побережье Америки. Идеальное небо. Вот что мы хотели видеть во время приземления. Кучевые облака. Некоторые облака поднялись на 10 тысяч метров. Тучи, за которыми мы наблюдали вчера, были на высоте 9 тысяч метров, так что эти тучи даже больше. Пилот объявил о грозе в месте посадки. Обычно люди начинают стонать от такой новости о ней, только не во Флориде, но у нас с полом все по-другому. Да, нам это нравится, гром и молния, да. Пристегните ремни, все отлично. Здесь климат совершенно другой, чем в Аризоне. В этом солнечном штате регистрируется более 1 миллиона молний в год, поэтому от молний погибает больше людей, чем от всех других природных явлений вместе взятых. Как только мы приземлились, небо Флориды почернело. 57 децибел — это очень сильная гроза, она удаляется от нас со скоростью 25 километров в час. Что мы будем делать? Поедем за ней. Поехали, надо ехать быстро. 20 минут назад мы прибыли в аэропорт, а сейчас мы уже гонимся за молнией. Такие сильные грозы могут породить сильные молнии, которые сверкают по несколько минут, и потом исчезают мгновенно. Я обновил информацию, гроза усиливается. Сейчас она в 5-6 раз сильнее. Пока что было только две молнии, но скоро будет 20, 30, 40. Тебе это понравится. Давайте поедем туда, Мик. Хватит ехать, как твоя мамочка, жми на газ. Мы находимся на расстоянии 4 километров от дороги, где чаще всего в мире сверкают молнии. 10 из 1000 дней. Начинается дождь. Да, дождь. Смотри туда, молния опять раздваивалась. Мы въезжаем на территорию бури. Что значит плохая погода? Видимость ухудшилась. Идет проливной дождь, дороги размыты. Мы окунулись прямо в центр бури, в надежде увидеть молнию с другой стороны. Мы почти в центре, да? Да, опять, опять, опять. Вы приближаетесь к зоне сильного шторма. Будьте осторожны. Говорит, с тобой снова и снова. Просто фантастика. Вот так вспышка. За 800 метров от стихии мы решили остановить машину. Вот в чем заключается смысл. Вы это видели? О, боже. Сейчас будет шумно. Самая большая вспышка. Примерно 2000 метров. Так близко. Она упала под углом 20 градусов. Это самая завораживающая буря, которую мы видели. Такая мощная вспышка, да? Она светила все небо. Очень сильная буря. Ужасно. Молния стреляет во всех направлениях. Понимаю, что каждая секунда под открытым небом может стать смертельной. Охотники за опасностью. Я приехал в Америку в поисках самых больших и самых страшных молниев. Я уехал из Аризона, где впервые научился восхищаться молниями. Теперь во Флориде я созерцаю самую густую концентрацию электрических разрядов в стране. Удары молнии происходят стихийно. Только за этот год она убила 24 человека. Очень сильная буря. Словно город-привидение, да? Здесь никого нет. Это понятно, потому что сейчас бушует смертельная буря. Даже мой приятель, охотник за бурями пол, не может гарантировать нашу безопасность. Мы можем сидеть здесь под чистым небом в 30 километрах от грозы, и вдруг тебя может ударить молния. Это опасно. Мы только что видели самую мощную молнию. Следующая может попасть куда угодно. Сколько злости. Я почувствовал её всем телом. Она прошла прямо через меня. Пол! Туча идёт на нас? Наверное, нам не стоит оставаться так близко к буре. Надо держаться подальше от металлических заборов и воды. Почему некоторые молнии бьют в землю, а некоторые просто освещают небо? Какая разница между ними? Те молнии, что мы видим ночью, называются ползунками. Это молнии-пауки. И одну из таких молний-пауков мы видим прямо над нашими головами. Когда стемнеет, ты заметишь, что молния словно отползёт по небу. Ты в порядке? Некоторые молнии бьют в землю, а некоторые появляются в виде маленьких светящихся точек неба. Там молния шла через всё небо, горизонтально. Да, это молния-паук. Она будет очень красиво смотреться ночью. И эта молния будет очень хорошая для нас ночью. Пол хочет проехать немного дальше, чтобы гром гремел прямо над нами. Он хочет подъехать поближе, и по непонятным причинам я хочу того же. Потрясающе! Это самая мощная продолжительная молния, которую я когда-либо видел. Что может быть лучше? Что ещё можно сделать? Ещё можно попробовать оказаться в самом центре боли. Надеюсь, что мы выживем сегодня. Из Тамбо приближается ещё одна боли. Если мои расчёты верны, она разразится прямо над нами. Это самая мощная молния, которую я видел с момента нашего прибытия сюда. Да. Когда выходишь из машины, то начинаешь понимать, что молния может попасть в тебя. Это пугает. Но знаете что? Ого! Некоторые молнии буквально заставляют подпрыгивать, некоторые кричать, как американцы. Так здорово наблюдать за молнией. Ты можешь отследить, куда идёт эта буря? В каком направлении? Столица молний прямо над нами. Она ударила прямо передо мной. Просто невероятно. Вон там было что-то потрясающее. Мы можем увидеть. Прямо перед надвигающимся штормом и подождать первых вспышек молнии. Путь на чеку. Если мы скажем быстро заскакивать в машину, значит, ты должен это сделать. Шторм очень сильный. То, что мы видели раньше, было гораздо слабее. Эта гра заболит в 5-10 раз сильнее, чем то, что ты видел. Если молния отскочит в сторону, у тебя будут ожоги. Если молния ударит где-нибудь поблизости, ты вылезешь из машины и дотронешься до чего-нибудь, тебя может ударить током. Поэтому, если мы говорим «машину», значит, прыгай в машину. У нас есть еще 5-10 минут, потом начнется шоу. Может быть, даже раньше. Как говорит Пол, это самый сильный шторм, который мы видели с момента нашего прибытия в Америку. Но я уверен, что как только шторм приблизится, он покажет, что он еще один из самых опасных в мире. Запомни. Если я скажу, что мы оказались слишком близко, сразу прыгай в машину. Буря двигается с юго-запада на северо-восток. Надеюсь, что она пройдет прямо над нами. Затишье перед бурей. Начинается. Наши машины будут единственным безопасным укрытием от МОУ. О, Боже. Я не планировал зайти так далеко. Неужели здесь так все время? Буря усиливается, и я не знаю, куда повернуться, где молния вспыхнет в следующий раз. Молнии продолжают выстреливать. Во время электрической бури машина может стать самым безопасным местом. Металлический кузов машины отводит электричество в землю. Мы будем в безопасности, если только кто-нибудь не дотронется до металлического шоссея. В прошлом году Пола ударила молния. Молния попала в электропровода прямо над его головой. Это было так близко. Если бы он не укрылся в машине, результат мог бы быть гораздо хуже. Несколько суровых выстрелов, и буря закончилась. Смотрите на первый радар. Здесь был сильный шторм. Вот это второй шторм. Влажная земля создает условия для нового шторма. Буря была такая сильная, но сейчас она затихает, потому что она словно пульсирует то вверх, то вниз. Завтра мы сможем наблюдать за бурей в течение восьми часов. Это будет максимальный уровень шторма. Мы сможем поехать на север и застать там бурю. Давайте поедем прямо вперед. Мой первый день во Флориде закончился. Теперь я намерен выяснить, как близко я смогу подойти к смертельному разряду. Утром мы встали рано. Пол уже был на парковке. Сегодня будет чудесный день. У нас есть отличный шанс видеть прибрежные штормы. Есть несколько очень хороших мест. Буря будет бушевать весь день в течение семи-восьми часов. Нам надо поскорее отправляться в путь, потому что к северу от нас скоро начнется очень сильная буря. Британские любители Алистер Чепмен и Марк Хэмпедж тоже гоняются за мощными молнями во Флориде. Я познакомился с ними в Аризоне. Мне интересно знать, какой план они выберут на сегодня. Это Геттен. Очень хорошо. Где вы? Алистер остался в Тампе на западном побережье Флориды, а мы решили ехать к ближайшему шторму на севере. Я надеюсь, что мы не пожалеем о своем решении уехать от Алистера. Пол уверен, что штормы, за которыми мы последуем, будут самыми мощными. Видимость почти нулевая. Примерно через две минуты начнется сильный дождь. Уже начинается. Кажется, что этот красный участок прямо над нами. Мы должны оказаться в центре. Классная идея, да. Дождь льет как из ведра. Сквозь него будет трудно рассмотреть молнию. Дождь становится только сильнее. Знаете, что будет дальше? Гром и молния. Прекрасно. Настоящее наводнение за 10 минут. Ливень. Тропический шторм. Столько много воды? Воздух очень влажный. Сегодня утром слегка проглядывало солнце. Вся дождевая вода со вчерашнего дня поднялась в воздух и опять вылилась на землю. Это замкнутый цикл. Сильный дождь, да? Очень сильный. Дождь продолжается, но мы не теряем надежду попасть в бурю, с которой возникнет молния. Условия ухудшаются. Хотя мы и находимся посреди шторма с молниями, мы не можем видеть вилки. Что происходит в эпицентре буря? Буря усиливается, идёт очень сильный дождь. Начинается наводнение. GPS регистрирует многочисленные удары молнии, но мы их не видим. Прямо под нами начинается ещё один шторм. Хорошая возможность, надо остановиться. Нам надо найти хорошее место для остановки, чтобы увидеть молнии. Сдерживая свои эмоции, надеясь увидеть молнии, мы с Полом решили выйти из машины. Вот так дождь. Ужасно! Ты видел вспышку молнии? Буря идёт прямо на нас. Сейчас будет ещё несколько вспышек. Ты останешься здесь? Я промок насквозь. Мы ждём молнию. Мы слышали раскат грома, это значит, что вот-вот сверкнет молния рядом с нами. Я не верю своим глазам, я так много раз оказывался так близко. Самый сильный дождь, под который я попадал. Но молнии нет. Дождь настолько сильный, что наши камеры вышли из строя. Сейчас будет! Алистер остался на западном побережье Флориды. Ему повезло больше. Десять минут назад я стоял здесь и был очень несчастлив, потому что здесь не было ни молнии, ни шторма. Потом начался дождь, небеса раскрылись, и началась буря. У этих точь невероятная структура. Вскоре из неба посыпались вспышки молнии. Отлично! Вот почему мы гоняемся за бурями. Закончилась ещё одна история. Мне уже надоело гоняться. Мы приехали на побережье, потому что в 30 километрах бушует сильная буря. Попытаем нашу удачу здесь. Мы не будем гоняться. Мы будем ждать. Будем ждать. Мы не гоняемся, мы ждем. Поиграем, ждем. У нас есть 20 минут, около того. 20 минут до начала шторма, который идёт прямо на нас. Извините, сэр, вы тоже хотите посмотреть на шторм? Вы тоже приехали сюда за этим? Уже скоро? Я достаточно насмотрелся на них за всю свою жизнь. Этот шторм будет совершенно иной. Мы находимся на побережье Мексиканского залива. Радар указывает на несколько буль в море. Идёшь здесь. Мы слышим другой гром, потому что поверхность абсолютно плоская. Гром звучит, как залп пушек у военных. Как залп оружия. Да, потому что здесь нет возвышенности. Ещё одна буря начинается к югу от нас. Мы окружены штормами. Ты слышишь? Как будто кто-то стреляет из пушки на расстоянии. И теперь их несётся над морем. Такой повторяется здесь из года в год. Да, гроза была примерно в 30-40 километрах от нас. Правда? Да. Это феноменально. Потрясающе точно. Когда шторм приблизится к нам, если я скажу «бежим», мы должны бежать. Ясно. Обратно в машину. Да, потому что здесь мы находимся на открытой местности. Здесь нет никаких препятствий для молнии. Поэтому если молния начнёт бить, то ты окажешься очень подходящим объектом. Я не подумал об этом. Давай подойдём поближе к машине и не будем испытывать наши физические способности. Пол убеждён, что мощная электрическая буря просто неминуема. Но местные так не думают. Здравствуйте. Как дела? Все уже ушли. Приближается шторм. Да, он начнётся через пару минут, и ещё через пару минут закончится. Я думаю, что буря будет сильной. Нет, я так не думаю. Молнии в этом шторме не будет. Только не говорите мне этого. За этим я сюда и приехал. Я проделал такой дальний путь из Британии. Вы самый безумный рыбак из всех, кого я встречал в своей жизни. Может, ничего не поймаю? Я не удивлюсь. Вы когда-нибудь видели мощную молнию поблизости? Да, прямо перед моим домом. Правда? Страшно было? Уже привыкли? Никто ничего не знает. Мы хотим увидеть что-нибудь пострашнее. Сейчас пока что усиливается ветер, но больше ничего не происходит. Где-то вдалеке гремит гром, но рядом с нами буря стиха. Дождь так и будет ли здесь? Крикнись, мы не сдадимся. Такая стихия, которую нельзя ни предсказать, ни контролировать, приводит меня в замешательство. В 75% случаев буря непредсказуема. Знаю, что я собираюсь делать, я буду злиться. Не разговаривать со мной. Британским любителям бури, Али, вторую марку повезло больше. Подвергая себе опасности, они любуются электрическими бурями. То, что я делаю сегодня, просто безумие. Днем была такая мощная гроза, было так красиво. Скрестим пальцы, чтобы в нас не попала молния. Мы находимся в 200 километрах от Алистера. Здесь у нас буря стекает. Пол решил, что нам надо ехать на восток. Здесь уже не будет бури. Посмотрим, может, нам повезет больше в другом месте. Мы поедем по дороге молнии. Наш последний шанс на сегодня — это трехчасовая поездка через Флориду на Атлантическое побережье. Надеемся увидеть молнию ночью. Этот день не оправдал наших ожиданий, но я не хочу сдаваться. Если я хочу насладиться ночным видом молнии, дорога каждая секунда. Охотники за опасностью Я приехал в США в надежде увидеть смертоносные молнии. Я уже видел предательские ливневые дожди и наводнения, а теперь я хочу как можно ближе рассмотреть молнии. Штормы с молниями во Флориде славятся своей красотой во всем мире. Британские фанатики Алистер Чепмен и Марк Хэммедж оказались в эпицентре бури. То, что я сейчас делаю, просто безумие, но это красиво. Несмотря на непогоду, Алистер и Марк остались на побережье в надежде увидеть шоу молнии. Уехали слишком далеко от них, поэтому теперь мы двигаемся в другом направлении. Время играет против нас. Мы несемся по Флориде на максимально возможной скорости. Буря движется вдоль побережья по направлению к нам со скоростью 40-50 км в час. Еще в 70 км от нее мы едем со скоростью 80 км в час, поэтому минут через 20 уже можем попасть в шторм. Я хочу сам рассчитывать на это, чтобы потом не разочароваться. Я знаю. На этот раз более сильнее, чем мы видели раньше. Посмотри на экран. Погода ухудшается. Уже начинаю верить предсказанию пола. Эта туча движется на юг. Большая туча перед нами — это и есть наша конечная цель. Надо немного прибавить скорость. Мы поедем в самый эпицентр, чтобы можно было поснимать. Эта туча выглядит обнадеживающе. Она извергает молнию. Очень хорошо. Мы направляемся прямо в эпицентр шторма. Мы же приближаемся. Я хочу поехать в самый центр. Это наш последний шанс. Будет так красиво. Обзор будет очень хорошим, потому что мы едем на юг по первой магистрали. Осталось 40 километров. Чтобы успеть на шоу «Молния», я решил рискнуть. Ну ты мужик. Ты водишь гениально. Тройной обгон. К тому же безопасно. Молния осветила всё небо. Прямо перед нами сильный шторм, и уже видим вдалеке. Осталось 35 километров. Этот шторм будет опасным. Мы успеем? Должны успеть. Я еду максимально быстро. Ты ерешь отлично. 34 километра. Буря повсюду. Я надеюсь, что мы не опоздаем. Мы уже были так близко несколько раз, но ничего не увидели. Вот что волнует меня. Прекрасно. Впереди была такая красивая молния. Когда мы увидим молнии над морем, это будет нашим вознаграждением. Мы едем к морю. Это будет потрясающе. 30 километров. Но моё стремление добраться побыстрее обернулось против нас. Мой стиль вождения привлёк внимание полиции Флориды, и теперь они едут за нами. Пока мы стояли на обочине дороги, буря преподносила нам свои субъеки. Это была самая потрясающая молния. С розовым оттенком. Да, с розовым. Вся середина тучи была розовой. Ну что ж, когда мы приехали на побережье, буря уже стала стихать. И мы увидели только финальные аккорды. Я видел молнию. Эта молния была самой драматичной, которую я видел в своей жизни. Невероятно. Она светила всё небо. Она выглядела такой свирепой. Теперь я буду стоять на красивом побережье Флориды и смотреть, как буря уходит в Англию. А в это самое время Алистер и Марк стали свидетелями феноменального шоу. Марк, как дела? Ты просто потрясаешь. Сегодня наш последний день здесь, и мы получили всё сполна. Мы видели невероятное шоу молнии. Это всё, чего мы хотели. Наше путешествие подошло к концу. Мы с Полом хотели как можно ближе подобраться к мощному шторму. Эта неделя выдалась весёлой. Но я немного расстроен. Я ни разу не успел на настоящее электрическое шоу. Давай, давай! Смертоносная молния так и осталась неуловимой. Пока она не ударит рядом со мной, мне будет трудно во что-либо поверить. Так много раз мы были близко. Но я видел, какие разрушения может вызвать молния, поэтому, возможно, всё это только к лучшему. О, Боже! Я встретился с храбрыми и преданными фанатиками. Здесь будет две бури. Одна вон там, одна вон там. Мы окажемся между ними. Молнии будут бить с обеих сторон. Но одно я знаю точно. Я не хочу оказаться слишком близко к молнии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА